МОЛТКОМ Добрый день всем, кто нас сейчас слушает. Сегодня у нас особенный день. Сегодня Татьянин день, в который отмечается День студента. И гость нашего радио сегодня ректор Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина Борис Николаевич Любимов. Добрый день. Добрый день. Как нас слышно? Я вас идеально слышу, а вы меня? Прекрасно, очень хорошо. Наш гость заведующий кафедрой истории русского театра ГИТИСа, зам художественного руководителя Малого театра России, театровед, театральный критик. И мы определили по случаю Татьяниного дня, Дня студента, нашу тему, как современная Россия на сцене и в жизни, современный театр, современное образование. Эфир мы проводим в рамках проекта «Культурная линия». Совместно с сотрудничеством с нашими коллегами, журналистами из медиаклуба «Формат А3» веду эфир я, Ольга Авдевич, звукорежиссер студии «Родион Золотарев» и со мной в студии моя коллега, руководитель нашего латвийского фестиваля «Станиславский ЛВ» Наталья Захарьят. Здравствуйте. Борис Николаевич, огромное спасибо, что согласились принять участие в нашей программе и, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы очень благодарны Щепкинскому театральному училищу за то, что вы регулярно на протяжении шести лет участвуете в нашем фестивале, приезжаете к нам. И это сущая правда, что именно ваши студенты, они у нас всегда лучшие и самые востребованные у зрителя и берут всегда призы за лучшие спектакли на фестивале. Огромное вам спасибо. Мы надеемся, что в этом году мы вновь увидим ваших студентов и что всё сложится. И, возможно, сможете приехать к нам и вы лично. Спасибо большое. Я очень тронут и благодарен вам и за ваше отношение к Щепкинскому училищу, к студентам, к педагогам и за то, что пригласили меня сегодня. Конечно, я был бы счастлив всех вас увидеть, что называется, живьём. Мне этот онлайн... А онлайн с Латвией и с Ригой у меня даже будет такой юбилей, он не очень такой весёлый. Вот в апреле исполнится 40 лет, как я не был в Риге. Так что можно как-то вдруг, если ситуация изменится, я был бы очень рад, так сказать, начать новую страницу в моих взаимоотношениях с Ригой. Будем очень надеяться. И напомним, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. И начнём, наверное, вот с актуальных событий, которые сейчас все обсуждают. Раз у нас День студента, говорим о студенчестве. Студенчество во все времена, в разные исторические периоды, в разных странах, было самой такой общественно-активной группой. Это были одни из первых участников любых протестных революционных движений. Вот несколько лет назад, в канун митинга в защиту Навального, вы, как ректор, заявили на одном из телеканалов, что считаете подлым и позорным призывы к детям принимать участие в этих несанкционированных акциях, во избежание повтора сценариев прошлого века. Поясните, пожалуйста, вот вашу позицию, как ректора и как человека. Знаете, я это сказал буквально несколько дней назад и готов, так сказать, повторить ещё раз. Ну, во-первых, студенты всегда были разные и среди студентов и сто лет назад, во времена Гражданской войны, и сейчас были и на той стороне, и на этой стороне, скажем, герои романа Белой гвардии Юнкера и другие персонажи. Это тоже молодёжь, но они были, так сказать, по другую сторону баррикады, что называется. Если же говорить о призывах к детям, особенно к несовершеннолетним, то мне кажется, это действительно, я ещё раз повторю, это просто подло, потому что совершенно непонятно, чем это может закончиться. Совершенно непонятно, как это скажется на судьбе ребят. Сказать, что они отвечают за свои поступки, не достигнув совершеннолетия, и, конечно, это крайне, по-моему, скверно звать их на такого рода, так сказать, события. Я могу сослаться, вы знаете, на свой опыт, если позволите. Я обучился на третьем курсе, мне было 19 лет, и я был совершеннолетним, когда замечательные писатели, так сказать, лауреат Сталинской премии и так далее, но в это время уже становился на диссидентской линии, он мне позвонил и пригласил на Пушкинскую площадь, кстати говоря, 4 декабря 1966 года, куда я и приехал. Я-то думаю, что он меня зовёт просто, так сказать, посидеть с ним и поразговаривать. А там была демонстрация в защите Синявского и Даниэля и всех событий того времени, 1966 года, Алика Гейнсбурга, Голландского и так далее, и так далее. И вот это ничем не закончилось, на самом деле, как видите, я перед вами. Но меня мой отец в своё время за это страшно отругал, был страшно обижен на своего знакомого, который меня туда позвал. Потому что он мне говорил, во-первых, тебя предупредили, куда ты едешь и что тебя ждёт там, или нет. Во-вторых, ты шёл на развлечения, а попал на политические акции. Во-вторых, то, что ты против того, что были арестованы Синявский и Даниэль, конечно. Но ты с теми во всём, кто вышел на эту площадь, они что, они монархисты? Они хотят, чтобы было как в январе 1917-го? Или они февралисты, они хотят, чтобы было как, так сказать, до октября 1917-го? Ты вот с ним, хотя бы одного из них, знаешь, с кем ты идёшь на эту демонстрацию? И какие ждут тебя последствия? Потому что те, кто там был, ведущие из них, кто-то уехал в Париж, кто-то там ещё куда-то. А ты? Ты собираешься туда? Или ты думаешь, что ты вместо Ближнего Запада поедешь на Дальний Восток? Кто-то об этом не подумал, он даже не говорил о том, что бы он испытал, если бы со мной что-то подобное случилось. Но я хочу сказать, что всё-таки я был совершеннолетний, я был призывником, мне было 19 лет. Звать одиннадцатиклассников, десятиклассников, девятиклассников, мне кажется, это действительно подло. Вот вы знаете, есть такая фраза, авторство приписывает, что Черчилль это сказал, что кто не был в молодости революционером, у того нет сердца. А тот, кто под старость не стал консерватором, тот лишён ума. В принципе, вы согласны по вашему опыту, когда искреннее желание переустройства мира в юности с опытом, с багажом возраста переходит в консерватизм? Вот ваше мнение. Черчиллю много приписывается фраз. Одна из таких, когда ему сообщили, что он получил Нобелевскую премию, он сказал «надеюсь, не мира». Так что не со всякой фразой Черчилля можно согласиться. Я хочу сказать, что, конечно, в молодёжи, и я это по себе помню, в молодые годы, конечно, в тебе живёт бунт, тебе хочется переустроить общество. Ты не согласен с тем, как расположена мебель в твоей квартире. Ты бунтуешь против своих любящих родителей. Конечно, вопрос в том, этот протест выливается в революцию. Вот революционер, бунтарём я был, а революционером не был никогда. И думаю, что вообще беда последних, ну скажем, 300 лет европейской, не только европейской жизни, она началась с 250-й, скажем, с так называемой французской революцией. И, конечно, впоследствии революции 1917 года. Поэтому революционером я точно не был. Вы знаете, я бы даже не сказал, что я консерватор. Вот в пьесе Тургенева «Месяц деревни», которая сейчас поставлена в художественном театре имени Чехова и в ближайшее время выйдет премьера и в малом театре, есть такая реплика «Авангард» и «Аргегард» могут поменяться местами. Это зависит от направления дирекции. Вот мне не кажется, что думать о связи прошлого с настоящим, что это и есть консерватизм. Консерватизм – это когда ты хочешь закрепить, законсервировать определенную историческую ситуацию. Во вне этого совершенно начисто нет. Но то, что я скорее правильнее был бы назвать меня традиционалистом. В этом смысле, да, конечно, традиционалист, безусловно. Но я напомню книгу Юрия Николаевича Тынянова, которая называлась «Архаисты и новаторы», а первоначальное название было «Архаисты-новаторы». В каждом архаисте всегда есть новатор, в каждом новаторе живет архаика. – Борис Николаевич, вам вопрос от режиссера, руководителя курса актерского факультета Латвийской академии культуры, где у нас и готовят актеров и режиссеров Михаила Груздова. Какие новые педагогические тенденции сегодня происходят, на ваш взгляд, в системе образования Российской Федерации? – Это самый трудный вопрос, на который мне предстоит, так сказать, ответить. По-моему, не знаю, может быть, будут еще. Понимаете, с одной стороны, можно сказать, что все ново. А с другой стороны, вот я недавно был на совещании «Правда в ГИТИСе», там думали, так сказать, о том, как здание перестроить и так далее, и перечисляет то, чем занимаются – этюды, отрывки, акты, спектакли. Вот что 100 лет назад, что 150 лет назад, что 200 лет назад – это остается пока, во всяком случае, неизменным. Меняется техника сцены, а вот эта линия, конечно, так сказать, это основное. Другое дело, что, во-первых, театральное образование страшно расширяется. Я имею в виду, в данном случае, не из Щепкинского училища, мы как раз традиционно учим актеров, но просто оно расширяется, раздвигается вширь. В годы, когда я учился в ГИТИСе, был актерский факультет, режиссерский, театроведческий. Был факультет музыкального театра, но это то же самое, актеры и режиссеры. Появился балетмистерский факультет после войны, потом появился отдельно, отделилась эстрада, потом появились тогда они, так сказать, мы их учили как директоров театров, руководителей театральных зрелищных предприятий, сейчас это продюсерский факультет, появились сценографы. А в школе-студии МХАТ постановочный факультет. То есть практически, если 200 лет назад наше Щепкинское училище начиналось как преподавание актерского мастерства и только, до режиссуры фактически такой в сегодняшнем понимании этого слова не было, то сейчас, скажем, в ГИТИСе появились магистранты-драматурги, несколько лет назад они были в школе-студии МХАТ и так далее. То есть только, по-моему, еще зрителей у нас не учат. А все остальное, все составляющее театр, сегодня, так сказать, в ГИТИСе представлен. Если говорить о тенденциях, которые сегодня существуют, мне кажется, прежде всего в жизни, но они сказываются и на театральном образовании. Театральное искусство, во-первых, стало гораздо более технологично. Ну, просто гораздо более технологично, и тем самым и театральное образование тоже. То, чем, так сказать, на каком технологическом уровне находились театральные вузы в мои годы и сегодня, это несопоставимо. И хорошо это или плохо, решать, в конце концов, зрителю. Если для кого-то вот эта технология, подменяющая, иногда подменяющая актерское мастерство, их это пленяет, ну, значит, им хорошо. Как важно, мне кажется, сохранить жизнь человеческого духа в условиях вот этой линии развития театра. И соответственное образование тоже. Второй момент, чрезвычайно важный, это связано с тем, что сегодняшняя культура и тем самым театральное образование, оно гораздо более пластично и музыкально. Ну, если там 50 лет назад только на Таганке умели делать то, что сейчас, в общем, делают все, что называется. Когда Марк Захаров поставил «Енону и Авось», это огромное событие. Сейчас кто только не ставил мюзикл, правда? Люди замечательно двигаются. Они приходят сюда, владея телом иногда, будучи там мастерами по фехтованию. Простите, кто-то по фехтованию, а кто-то, я имею в виду, по бальным танцам там и так далее. И гораздо менее словесные, к сожалению. Вот слово «логос», слово «смысл», слово «речь», слово «русский язык» – это, конечно, у нас на задворках. И то, что когда-то было школой, школой малого театра, школой сценической речи, над этим надо биться, работать. И, вы знаете, я думаю, что это примерно тот же процесс, который был, скажем, в школах театральных в начале 20-х годов, когда хлынула речь, во-первых, из разных регионов России, во-вторых, простите, из разных культурных слоев, когда приезжали или приходили люди, так сказать, которым, может быть, до революции невозможно было учиться театральному искусству, а сейчас они вносили и свою речь, свой язык, и приучить их к культуре русской речи, к языку Пушкина, языку Гоголя, Тургенева, Чехова, Бунина и так далее, и так далее, это, поверьте, сейчас крайне сложно. Вот, мне кажется, есть, так сказать, две такие противоборствующие тенденции. Одна выдавливающая, ну, просто мы знаем, что есть, мы говорим о постдраматическом театре, да, слово, оно у нас простое, как мычание становится. И есть тенденция, которая всё-таки, и мы сохраним в тебе русскую речь, великое русское слово, как писала Анна Андреевна Ахматова. Вот я на стороне этой тенденции, но ей живётся сейчас непросто. И в жизни, и в театре, и в образовании. И на сцене вашего Щепкинского училища проходит даже конкурс такой, который так и называется, да, словами «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Совершенно верно. Это несколько лет происходит, и это мы делаем совместно с Московским комитетом, который занимается образованием, и с нашими школами. Это для старшеклассников. Я очень люблю этот конкурс. И в продолжение темы как раз. Вопрос от руководителя русского общества в Латвии Татьяны Фаворской. В театральном училище имени Щепкина так сложилось. Регулярно поступают наши выпускники латвийских средних школ. Чем мы очень гордимся, говорит Татьяна. Они учатся у вас по программе поддержки соотечественников за рубежом. Скажите, пожалуйста, Борис Николаевич, отличаются ли наши студенты от российских? Как их воспринимают в институте? Как иностранцев или как своих? Я скажу так. Отличаются ли они? Вы знаете, я думаю, что начнутся второй части вопроса. Может, когда они приезжают, и они себя, может быть, ну, все по-разному, конечно. Кто-то теснее связан с Россией, кто-то менее связан. Может быть, они поначалу чувствуют себя иностранцами. Но мне кажется, к концу обучения, и даже не к концу, а к середине, они, конечно, свои, и некоторые из них потом остаются здесь и работают в русских театрах, и даже в таких выдающихся театрах, как театр Вахтангова, скажем, у нас абсолютно недавний пример. Мне кажется, их отличает все-таки очень, может быть, больше, чем у многих ребят из Москвы, Петербурга и вообще из городов России, большая целеустремленность. Они уж, если они принимают такое решение обучаться в иностранном государстве и обучаться в России, то это все-таки очень решение волевое. И всем непросто, когда собираются стать актерами, непросто проходить через, так сказать, худсовет родителей, правда, старших братьев, сестер и так далее. Если же они сквозь это прорвались, то я не помню, скажем, ребят из Латвии, которые бы здесь бездельничали. Они знают, ради чего они приехали. А вот вопрос из Белоруссии. Минск. Елена Еловик. В одном из интервью вы очень тепло говорили о Москве 50-х, о своем детстве, вспоминали, как когда-то любили постоять у белорусского вокзала, посмотреть, как идут поезда. И часто ли потом во взрослой жизни вы вот ездили в этом нашем западном направлении, бывали ли в Минске? Есть ли с Белоруссией какие-то отношения, связи, контакты? Может быть, у училища? У училища, конечно, есть. Белорусы довольно часто к нам поступают и тоже не чувствуют себя здесь обделенными. Разумеется, я тоже приезжал в советские годы, понятно, в командировках. Был не один раз в постсоветское время. Сейчас вам скажу, последний раз я был не так давно, как в Риге. Я был в 1994 году как раз по приглашению Минского театрального института. И вообще свои контакты с Белоруссией очень ценил. У меня были добрые знакомые и среди актеров, и среди режиссеров. Драматург Макайонок такой был. Он с ним как-то, помню, был в поездке во Францию. У меня автограф от него сохранился. Ну и потом литература белорусская. Один Василий Быковчего стоит. Один из самых моих любимых писателей. Вопрос от нашего коллеги из Вильнюса. Вот такая у нас большая география. Журналиста Альги Соколанта. Если сравнивать нынешний театр с тем театром, о котором вы писали в 70-е и 80-е годы, чем он существенно отличается? И каковы основные тенденции в современном театре? Он тяготеет больше к классике или к авангарду? Вы знаете, я сейчас вышел третий том моих статей. Могу его показать. Не знаю, виден он или нет. Здесь как раз первая часть этой книги. Это как раз мои статьи 80-х годов. Знаете, я хочу показать. Вот наш театр сегодняшний отличается примерно так же, как и от этой фотографии. Да, но я-то могу себя в этом парне узнать, а он бы себя не узнал бы во мне. К чему больше тяготеет? Я думаю, что здесь как раз тенденции очень разнонаправленные. С одной стороны, если брать по репертуару, то, мне кажется, мы все время ориентируемся, и вот этим мы точно отличаемся от театра 70-х, 80-х годов, мы совершенно не ориентируемся на современную драматургию. Это не значит, что ее не ставят. Но это единицы. Понимаете, я вырос в подъезде писательского дома, метроэропорт, где у меня мой сосед по лестничной клетке был Виктор Сергеевич Розов. На три этажа выше его жил Алексей Николаевич Арбузов. Этажом выше его известный в свое время драматург Алешин. Напротив, на лестничной клетке Протфарбузова жил Асян Петрович Штейн, тоже известнейший драматург. В соседнем подъезде Леонид Генрихович Зорин, старейший драматург, скончавшийся в начале 1920 года. Они в большой мере управляли театром. Они решали, какую из своих пьес они отдадут, в какой из театра Вахтангова, театра Маяковского. Если я видел, что наш подъезд входит в Вахтанговец, я понимаю, идут Карбузов, он будет им читать свою пьесу. Драматурги читали свои пьесы дома, потом они читали на труппе. Это было поток. Когда началась перестройка 1986 года, в большой мере управляли умами драматурги Шатров, Гельман и так далее. Это были влиятельнейшие люди. Сейчас этого ничего похожего нет. Поэтому, если месяц деревни сейчас репетируется двумя театрами Чехова и Горького, то есть, простите, и малым театром, в Рамте, по-моему, да, репетируется Горе от ума, ну и так далее. Можно от Грибоедова до Булгакова, до театра 20-х годов, которыми сейчас репертуарно занимается Сергей Женовач. В прошлом сезоне вышел спектакль по произведению малоизвестного, забытого, но замечательного русского писателя Сергея Кличкова. Сейчас он репетирует Олешу, поставил Бег Булгакова. То есть, так сказать, тенденции поставлены Платонов. Вот 20-е, 30-е годы. Количественный, так сказать, удел драматургов сегодняшних очень невелик. Поэтому, с одной стороны, да, классика. С другой стороны, а кто скажет, что вот я видел «Месяц деревни» в Абхате имени Чекова, что это прямо точно-точно напоминает спектакль Станиславского 1909 года, что сегодняшний художник Арефьев – это слепок с работы до Буржинского и так далее. Конечно, это в какой-то степени, ну и можно сказать, даже и антихудористный театр 1909 года, а в какой-то степени, это, безусловно, его развитие. Поэтому здесь, мне кажется, что этим и интересен театр сегодняшний, очень большое количество разнонаправленных тенденций. И каждый в общем может найти себе свой путь, свой театр. Кто-то любит, скажем, Богомолова, кто-то Серебренникова, кто-то Женовача, ну и так далее, и так далее. И так люди находят свое место. Примем звоночек, у нас есть. Здравствуйте. Да, говорите. Я не знаю, как у вас в России, а вот у нас в Латвии, мне кажется, все-таки уровень театра понижается. Вот, например, на 200-летие Тургенева у нас в театре русской драмы поставили Муму. Ну, вам не кажется, что Муму и 200 лет Тургенева – это несовместимо? Это такой проходной, можно сказать, рассказик небольшой. Тот же месяц в действии можно было поставить, или что-то другое. Или, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется все-таки, что уровень понижается. Спасибо. Ну, мне иногда кажется, что тоже можно сказать и о европейском театре в целом, и о российском театре тоже, так сказать. Ну, гений у тебя что-то очень давно, не помню, да и с большими талантами дело трудно обстоит. Мне кажется, что, ну, какая-то такая, вы знаете, как в горах, вот восьмитысячники, вот семитысячники, вот шеститысячники, а вот перевал. Перевал – это тоже достаточно высоко, но до восьми, семи, шести тысяч еще подниматься надо. Мне очень интересно, каким будет театр середины 20-х годов. Должно что-то прорваться. Потому что пока мы в большой мере живем, так сказать, тенденциями театра 80-х, 90-х, нулевых, даже 10-х годов. Вот если появятся какие-то новые репертуарные идеи и художественные идеи, одновременно и вырастающие эти новые идеи всегда должны опираться на, как на фундамент, на предшествующее состояние. Ну вот еще раз так, со словами Пастернака, талант – единственная новость, которая всегда нова. Вот с количеством больших талантов, даровитых людей достаточно много, способных людей, даже одаренных. Вот таланты, гений. У нас чаще всего это произносит, когда человек уходит из жизни, вдруг выясняется, сколько у нас там, особенно очевидно, в 20-м году, когда уходили большие актеры, им и не очень большие актеры, их сразу называют великими, гениями и так далее. Я бы с этим особо не торопился, но, с другой стороны, мы видим, какие действительно значительные личности были эти ушедшие актеры. Хочется верить, что и молодежь, которая сейчас учится, и молодежь, которая вышла на сцену, актеры, режиссеры, и театральные критики, и художники в 10-е годы, что из них тоже выйдет что-то значительное. – Вопрос от журналиста Елены Смеховой. Вот вы, как представитель классической театральной школы, как вы относитесь к авангарду на сцене и творчеству современных режиссеров, которые раздевают актеров на сцене, заставляют их материться? В частности, что вы думаете о постановках Серебренникова? – Знаете, мне не кажется, что творчество Кирилла Серебренникова сводится только к тому, что он раздевает актеров, и они матерятся. Это все-таки какие-то, во-первых, делает не только он, а во-вторых, это, мне кажется, какие-то, могут быть, внешние проявления его искусства. Мне кажется, он человек, безусловно, одаренный. Несомненно. Тут и спору нет. Обстоятельства, так сказать, жизни последних лет заставляли многих его поклонников называть его гением и большим талантом и так далее. Тут, если я честно скажу, я бы с этим не то что поспорил, а, так сказать, внутренне не согласился. С другой стороны, я последние годы его спектакли не видел, и поэтому могу опираться только на те спектакли, которые я видел в свое время. Мне казалось, что и спектакли «Мещани» на сцене художественного театра, и спектакли «Лес» на сцене, художественного театра, и в особенности в «Лесе», наверное, и, скажем, «Сладкоголосцы птицы нашей юности», где он замечательно работал с Нееловой, он чувствует дарование большого актера и умеет с ним работать. Я когда-то об этом говорил, когда он начинал это делать в одном театре. Мне сказали, а что, Мехков и Покровская, что они и до Серебряникова не умели играть? Я говорил, нет, они, конечно, замечательные актеры были и до Серебряникова, но так как они играли в «Мещанах», они очень давно не играли. Поэтому мне кажется, что он не сводится только вот таким внешним проявлениям. Как им начнется, так сказать, новый этап его творчества, ну, будем с интересом за этим наблюдать. А что касается, так сказать, авангард, я опять-таки хочу сказать, что авангард интересен и значителен тогда, когда есть арьер-гард и когда есть на самом деле тыл. Потому что в армии, ведь понятие пришло к нам из, так сказать, армейского лексикона, в армии, где есть только авангард, это уже не авангард, а партизанский отряд или попросту зеленый. Авангард интересен, когда он полемизирует с крупным арьер-гардом. Если нет, то, мне кажется, он не очень интересен. Интересен был, там, скажем, Хлебников, футуристы, когда была там поэзия Бунина, Блока, Андрея Белого, скажем, ну вот все начало века, когда был весь спектр самых разных возможностей от классика Репина до, скажем, художников нового типа, до там Серова, Нестерова, до Черного квадрата. Одновременно. А если будет только одни Черные квадраты, то у вас просто в глазах заребиты, вы плюнете и перекреститесь и скажете, да это уже было сто лет назад. Вот это примерно так, как к этому отношусь. Мне кажется, что у нас и с авангардом, и с ревергардом дело обстоит значительно хуже, чем нам бы этого хотелось. И не только у нас, мне кажется, и во всей Европе я что-то не очень вижу, скажем, на Западе режиссеров масштаба Брука, Стреллера, там, ну и так далее. И с драматургией тоже итальянский театр, ну, послевоенный это Де Филиппо, английский театр, там, скажем, это Осборн, американский театр это Миллер, это Олби, это Несси Уильямс, французский театр это Иоаннуи, Бекет и Анеско. Я что-то имен такого масштаба пока не вижу и там. Интересный факт. Гость нашего эфира Борис Любимов, ректор Щепкинского училища. Отец Бориса Николаевича, Николай Михайлович, был членом редколлегии библиотеки всемирной литературы и перевел на русский язык Мольера, Бомарше, Меримема, Пассана, Пруста. Прадед был губернатором Вологды. Крестным отцом прабабушки был император Александр II. Жена Бориса Николаевича, внучка знаменитого актера МХАТ Василия Качалова, а дочь нынешняя новая министра культуры России. И, конечно, мы не могли спросить. У нас два вопроса сразу от журналистов от газеты «Суббота» и от журналиста Людмила Анисмой. Вот ваша дочь Ольга, правнучка великого актера Василия Качалова, внучка знаменитого переводчика, министра культуры. Откуда у нее выросшие в такой творческой семье такие управленческие гены? И второй сразу, как вы восприняли назначение вашей дочери-министром? И какие качества характера помогут ей в этой работе? Вы знаете, я начну со второго. Это проще. Узнал об этом, она об этом узнала раньше, чем я. И когда об этом узнал, ну, как вам сказать, прежде всего, сочувствием. Сочувствием вниманием, доходящим до сострадания. Потому что я немножко знаю эту работу, когда Юрий Михайлович Соломин был министром культуры РСПСР, то он меня позвал сначала советником, предполагалась там и другая должность, но я год проработал советником министра культуры РСПСР в 91-м году. И могу сказать, что представляю себе, что это за работа, и повторяю, я отношусь к этому с очень большим сочувствием и вниманием, и считаю моя родительская функция, это главное не мешать ей, не беспокоить лишними звонками, так сказать, ну и так далее. Главные мои требования к самому себе, первое, не обращаться с просьбами, ну не типа налей мне чаю, а так сказать с какими-то, не задавать вопросов и не давать советы, потому что у нее я не советник. Вот, а если говорить о генах, ну это, конечно, точно не Гена Василия Ивановича Качалова, который, его даже однажды позвали там преподавать, но как-то и это ему не хотелось делать, это вот ответственность за пределами сцены, это не его, это и не мой отец, который тоже, в общем, всю жизнь проработал дома литератором, поэтому, конечно, это не от него, я думаю, что это не от меня, но вот вы сказали, что мой прадед был Вологодским губернатором, а мой прапрадед был Рязанским губернатором, может быть, через, так сказать, ну через меня, но, тем не менее, вот я только здесь вижу какие-то, если говорить о генах, хотя вообще, так сказать, она прямо, так сказать, восходит к равнопостной Ольге, так что, может быть, равнопостная Ольга беспокоится о ней, а какие свойства характера, ну, она очень трудолюбива и ответственна, кстати, вот это трудолюбие и ответственность, это от многих членов семьи, которых я лично знал, вот это было, сиборитов у нас в роду не было, из меня мог получиться, но не получилось, все-таки тоже приходится работать довольно много. И тоже на руководящих должностях. Ну, все-таки да. Борис Николаевич, на стене вашего училища выбита знаменитая фраза Щепкина «Театр для актера храм – это его святилище, священнодействуй или убирайся вон». Скажите, насколько сегодня актуально священнодействие все-таки в театре, потому что, возвращаясь к затронутой теме, современный зритель все больше тяготеет все-таки к какому-то шокодействию. И в этой связи насколько актуальны у молодого российского зрителя спектакли Академического Малого Театра? Ну, я хочу сказать, что по посещаемости мы не занимаем последнее место в городе Москве, прямо скажу. И особенно последние несколько лет. Мне кажется, что и это не только можно было бы сказать, что туда ходят только одни, так сказать, люди из группы Риска, это тоже неверно, потому что и молодежь очень разная. Она и всегда была разной, но, скажем, я со своей любовью к культуре, к древности, к истории, не могу сказать, что был лидером класса своего и даже лидером курса, но я смог прожить эту жизнь так, как я прожил ее, считая и, в общем, по возможности высказывая то, что я думаю, и в 80-е годы, и в 70-е, и наоборот, сегодня. Здесь, мне кажется, не надо, так сказать, плыть обязательно по течению вместе со всеми. Вот не живи в стае, не живи в, простите, не живи в социальных сетях, которые тебя, вот так сказать, находят, то есть общайся с ним, но находи свое место. Это, мне кажется, вот я поэтому так всегда любил людей со своей позиции, там, Пушкин, Достоевский, понятно, но если брать, скажем, писателя, ну, может быть, не такого масштаба, вот Алексей Константинович Толстой, всегда занимавший свое место ни направо, ни налево, ни с либералами, ни с консерваторами, находя разумное и там, и там, и там. Уметь противостоять себе, в этом смысле для меня абсолютный, так сказать, привел Александр Александрович Солженисон, которого немножко, так сказать, лично знал, тоже старался не уклоняться ни о Десную, ни о Шую, ни с правыми, ни с левыми, ни с Западом, ни с Востоком, или вернее и с теми, и с другими, потому что и среди них были разумные и порядочные люди, ну, вот я некоторый набор из, так сказать, цитат, из этих людей в этом моем третьем томе, да и в других томах представлено. Насчет священодействия, да, конечно, это не очень популярно, а с другой стороны, посмотрите, как людей тянет, мне кажется, и во всем мире, и к вере тоже, поэтому сказать, это сравнивая, скажем, с временами моего детства, когда храмы были даже не то, что пустовали, хотя и это было, но детей-то еще, может, на руках приносили, а подростков, юношей совсем не было, а сейчас это не так. В последнем случае, у нас в стране, что, мне кажется, чрезвычайно важно. Да. И знаете, кстати, в подтверждение ваших же слов хочется сказать, что когда ваши студенты, мастерская профессора Бейлиса привозила к нам спектакль «Дневник Анны Франк» в постановке режиссера Малого театра Алексея Дубровского, нам очень тяжело было, так скажем, продать этот спектакль, зазвать на него зрителей, но те молодые люди, которые пришли, и зал был полон, у нас в зале просто произошла истерика у очень многих и мальчиков, и девочек, которые были в настоящем потрясении от такого классического прочтения этой темы, и нам даже, если вы помните, пришлось через месяц пригласить вас с этим спектаклем приехать в Ригу еще раз, потому что была колоссальная востребованность. А вопрос такой, существуют ли в Малом театре и, соответственно, в вашем училище какие-то табуированные темы, темы, которые нельзя трогать? Ну, так вот, чтобы их просто вербализировали, конечно, нет, но я могу сказать, что есть такие вещи, скажем, как порнография, как призыв к насилию, как унижение человека по расовому или национальному или вероисповедному принципу. Я хочу рассказать, что это не то, что висит у нас в уставе, во-первых, кое-что у Конституции записано, люди, не худо было бы туда заглядывать, во-вторых, мне кажется, у человека должно быть просто в крови это и воспитание в семье, воспитанное в семье вот это чувство. Вот это, я могу сказать, что это не моя, так сказать, заслуга, но здесь много лет обучаются, начиная, по-моему, с 52-го года у нас и якуты, и башкиры, и, если говорить, не по одному, а, так сказать, студиями, тывинцы, горналтайцы, удмурты, ну, просто не было такой, нету такой, по-моему, национальности и регионов в составе Российской Федерации в своем время Советского Союза, которые мы здесь не учились, но это и, скажем, у нас и гиргизская студия была, и сейчас мы должны, если все сложится, благополучно в 21-м году набрать гиргизм, а с 90-х годов, начиная, южнокорейцы, и, понимаете, если здесь мы стали бы, так сказать, попыток, невозможно по такому многонациональному месиве вести себя с заночевым шовинизмом, это исключено, и таких попыток при мне, во всяком случае, не было, но если было бы, конечно, пресекло бы вот это того, конечно. Валерий Николаевич, у вас есть очень интересная история о нескольких рукопожатиях, которые вас могут отправить в историю на 200 лет назад. Вот в 24-м году зданию Малого театра будет 200 лет, то есть это такой огромный отрезок. Вот расскажите, пожалуйста, об этой цепочке рукопожатий. Ну, я примерно так бы это представил себе. Крестная мать моего отца это Мария Николаевна Зеленина дочка великой актрисы Марьи Николаевны Ермоловой. Когда он учился в... поступил, приехал в Москву и учился в институте новейших языков, новых языков, по-моему, назывался, он жил в этом доме, где сейчас музей, на Тверском бульваре. Он, кстати, видел Марьи Николаевну до ее кончины, он один раз успел ее застать, когда он в 26-м году приезжал и с ней виделся. Вот вам уже, так сказать, рукопожатие Марии Николаевны Ермоловой. Кстати говоря, по ряду причин, когда он меня привел со всем мальчиком в этот дом, я тоже в этом доме жил, ночевал там с субботы на воскресенье, там, ну, тоже я часто об этом рассказываю, когда этот дом уже после кончины Маргариты Николаевны превращали в музей, то там обнаружили экспонат, на котором было написано Боречкин и ласты. Это никто, ни чьи, так сказать, из семьи Ермоловых, это мои. Ласты там стояли, мои лыжи и так далее, и так далее. Представляете, что я испытывал, когда я стал директором Бахрушинского музея, в комплекс которого входило и входит этот дом музея Ермоловой, и вот я прихожу как директор музея в дом, в котором я жил так по субботам, воскресеньям. Ну вот, значит, Ермолова. Ну а дальше все просто, Ермолова это Щепкинское училище, у нас здесь вот недалеко от того места, где я сейчас сижу, есть зал, который мы называем Ермоловским залом, а Щепкин умер, когда ей было 10 лет, вот вам и Михаил Семенович, который, кстати, в будущем году исполняется 200 лет, как его выкупили из крепостного права, и он стал артистом Московского театра. Тоже, так сказать, такая дата. У нас осталось две минутки нашего эфира и последний вопрос. Борис Николаевич, в передаче Парсу на телеканала Спас вы сказали Владимиру Легоиде, ведущему, что вы человек веселый, радостный и благодарный. А вот кому вы благодарны прежде всего и чему? И что вас радует в современной действительности? Это вопрос от газеты «Сегодня». Ну, во-первых, я благодарен прежде всего Богу. Центральные слова в литургии «благодарим Господа». По-гречески это немножко по-другому звучит, «девхористомен токирио», по-моему, допросит мне мой плохой греческий язык. Благодарим Господа. Слава Богу за все, как говорил свидетель Аф Златоуст, за любовь к природе, за любовь к Божьему миру, за любовь и к флоре, и к фауне. Я обожаю животных. За то, что мне удалось родиться в той семье, которая меня любила и в которую я любил. И все-таки со всеми трудностями, которые пришли на испытания, которые выпали на долю моих предков, все-таки я с кем-то из них встретился в жизни, а мог бы и не встретиться. За свою жену, с которой я прожил больше 40 лет, это были счастлившие минуты моей жизни. За мою нынешнюю семью и дочкой, и чудесных внуков, которых я обожаю. За моих друзей, старших, ровесников, я эстафету принимал сначала, это были старшие друзья моего отца, младшие друзья моего отца, я о них мог бы рассказать, но времени уже нет. Это мои старшие друзья, с которыми я дружу уже больше 50 лет, это мои младшие друзья, и студенты, уже некоторые из них 70+, а некоторые 20+, и со всеми я в дружбе. За моих замечательных сослуживцев в разных местах, где я работал и работаю, я благодарен даже за своих недругов, потому что они вели себя, они не враги, они не други, ну не друзья, ну что сделаешь. Это ничего страшного, это ничего уж такого плохого они мне здесь не сделали. В конце концов, за то, что я уже не всегда себя хорошо вел, так сказать, не все рекомендации врачей я следовал, но так или иначе дожил, идет 74-й год, это уже глубокая старость, а я все-таки во-первых жив, а во-вторых работаю достаточно энергично, может быть не так, допустим 10 лет назад, но достаточно энергично активно, конечно, уже к сожалению там не бегаю, когда-то я 6 лет в горы ездил, так сказать, получил значок альпинист СССР, сейчас уже выше Николиной горы Подмосковье и там Воробьевый гор в Москве не поднимаюсь, но все равно еще живу, двигаюсь, как же за это не благодарить, за то, что встретился с вами, за то, что есть возможность сейчас хотя бы вот в таком режиме пообщаться с чудесными людьми из Прибалтийского региона, вот я в Риге не был 40 лет, а в Вильнюсе не был 20 лет, но тоже без него скучаю, как же за все это не благодарить. Спасибо вам огромное, мы желаем вам творческой энергии, и когда закончится вся коронавирусная история, будем рады видеть вас с вашими студентами здесь у нас в Латвии. Всего доброго, еще раз напомню, что в эфире был Татьянин день с ректором Щепкинского училища Борисом Любимовым. Спасибо. Спасибо вам. Вы слушайте радиоболтком.